Добрый вечер! Всех с праздником, с наступающим! И переходим к нашим рабочим делам. Пресс-конференция после матча ЦСКА «Спартак-Москва». Максим Акарерой, главный тренер «Московского Спартака». Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, Максим, ты давно мечтал уже взять интервью. Давай, задавай вопросы. Да, у нас Максима в первом тайме Спартак-Москва видел нервно, и были моменты, когда он мог пропустить. Почему так не очень хорошо начали, в чем есть те, когда есть нервы? Мы не знаем, но мы не знаем, но мы не знаем, но у нас есть большая команда, мы играем хорошо. Мы не нравились, мы стояли перед другой командой, которая могла играть в футбол. Мы были хорошие jog gehabt, у нас были хорошие идеи, у нас были хорошие игры. Мы сделали это, мы были добрыми в первую очередь, и в вторую очередь мы получили много характера, и мы получили вовольтые голы. Это были хорошие игроки, в первом тайме мы смогли забить. Было немного тяжело, но мы все-таки победили, самое главное. Спасибо, пожалуйста, Алексей. Харрера с победой. Скажите, менялось ли задание Зобнину по ходу матча? Я поясню, почему спрашиваю. Оказалось, что сначала Фернандес был очень активен у ЦСКА, и потом Зобнин стал играть ближе к нему и плотнее, и Фернандес перестал что-либо показывать в атаке. Действительно ли как-то вы повлияли на задание Зобни по ходу матча? Да, мы видим, что Фернандес был очень опас, и мы смогли обучить его в атаке. И задача Зобнина была заниматься Фернандесом? В начале, да? В начале? Приведа на партитах или после? Да, мы не начали. В конце концов, они не спрашивали больше, они были больше в атаке, и было более evident, что он не может быть. Он обсуждался перед матчем, но также в течение матча. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. 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 ТАСС. Советский Союз. Максим, подождите, пожалуйста, игру за Луиша. Он давно не играл, вышел и приехал сегодня, вроде как Монзера просто. Чем вы его кормили? Почему вы его кормили? Он играл в атаке, но саленал так. Он давно не играл, но много тренировал. Он вышел на поле, выполнил установку, как и все остальные, которые уже до него вышли на поле. Он спросил еще, чем вы его кормили. Вы говорили, Монзера? Вроде, это Руи. Я у него дома не готовлю. Браво. Еще вопросы есть? Если вопросов больше нет, то тогда ваши аплодисменты. Спасибо.